Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Русло реки наполняется водой А здесь еще проходят рядом дома Такие вот горы Дорога рядом идет Девушки отдыхают 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Сухих очень много Добавил DimaTorzok 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 Такое место это действительно мечта для любого, кто отдыхает вот дикарем, потому что все есть. Я чувствую, как будто я на какой-то базе отдыха, где такие беседки, считай, и там навес от дождя даже, да, вот такой огромный столбик. Приятный треск костра. О, как раз под мангал уже не провалится, по идее. Устойчиво. А он же это, даже если тун-тун, он будет на ушах висеть. Пусть супчик наш варится. Приправу забыла дома. Как всегда ложкой русской народной. Ха-ха-ха. Чем занимаемся? Поужинали. Теперь решили поесть семечки, сидим у костра, а за этим же столиком очень нравится. Понятно. Мама себе еще взяла поколоть орехи. Тут фундук и, как его называют еще, грецкий орех еще. Уже стемнело. А в горах, вы знаете, что всегда становится темно намного раньше, потому что вот здесь конкретно с двух сторон горы и, соответственно, свет попадает меньше. И сегодня я не вижу луны, а так она есть. Она, скорее всего, прячется за какими-то деревьями. Вот так вот. Но комаров нет. Хорошо видит, да? Я не чувствую. Ну да. Ветра нет здесь так тихо, спокойно. Вот раз переживали, что будут комары, но нет. Мы даже хотели вернуться сначала. Думали, вернемся к морю и будем там спать. Но там очень много народу. Все равно будет шумно. Близко же все стоят. Мы проехались, посмотрели. Даже негде вот, чтобы палатку поставить подальше. Но там же еще и костер не разожгешь. А здесь все-таки место... Прибрежная зона запрещено разжигать костер. А нам хотелось именно вот именно приготовить ужин на костре. Угу. Угу. Мы осуществили эту мечту. Угу. 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 Удивляет, да, Крым? Угу. Вообще нас Крым удивляет. Да. Столько мы всего уже изведывали. Столько новых мест нашли. Где-то разочаруемся, да, в чем-то иногда. Ну ладно, посидим. Кукусики покушаем. Наши как разнодарские кукусики. Угу. Ну что ж, мы уже встали. Уже палатку даже убрали. И тут мы сейчас варим у нас пшеничная каша в котелке. Наверное, со шпротами, да, будем кушать? Угу. Посмотрим. Угу. Угу. Кашка кипит, кипит, варится. Ну, папа, мешать сейчас, да, будешь? Угу. 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 Мы поставили сейчас кипятить воду наш котелочек. Будет либо кофе, либо чай. Кто что хочет. Почитай, угли даже остались, да? Да, с вечера? Все, печка хорошая такая, да? Дай один. Ну так, жидкая, конечно, каши. Ну что есть, да? Это кофе. Три в пяти. Три в одном. Одно на троих. Нет. Одно на троих, нет. Утром сам эту кашку покушать. Назад. Что осталось, то осталось уже. Как определить русских за границей? Ложка всегда упирается. Мы, точнее, пьем и не убираем эту ложку. Она будет мешать нам, но мы ее не уберем. Вода у тебя холодненькая, хорошая. Русский аромат. Русский аромат. Корректор А. Вода зуба. Корректор А. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И писаем монетку Пекется, как рак, да? Ага Ты ж лягушка, чего ты воды-то боишься? Стыка спряталась Все там хорошо Ага И видит И видит Как-то держится еще что-то, да? Стыка спряталась Стыка спряталась Стыка спряталась